Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал в эфире программы «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Виктория Агапутина, и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать, и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Брест и Долянь, китайской провинции Леонин. Перспективные векторы регионального сотрудничества обсудили в Брестском горисполкоме. В центре внимания – туризм, медицина и спорт, логистика, перерабатывающий и машиностроительный комплекс. Закрыта последняя страничка захватывающей студенческой повести. Время писать новую историю покорения профессиональных вершин. В Брестском государственном университете имени Пушкина прозвенел прощальный звонок для выпускников 2024 года. 1 июня Брест превратился в территорию детства. Наши корреспонденты расскажут о том, как в областном центре встречали и отмечали День защиты детей. Вы смотрите программу «Итоги недели». Мы начинаем. Брестская область – китайская провинция Леонин. Регионы, между которыми заключены побратимские отношения. В эти дни большая делегация китайских партнеров, представителей официальных и бизнес-кругов находится в Бресте. На разных уровнях обсуждаются перспективные векторы регионального сотрудничества. В центре внимания – туризм, медицина и спорт, логистика, перерабатывающий и машиностроительный комплекс. Четыре дня, наполненных встречами, инициативами и обсуждением конкретных проектов сотрудничества. Как итог – подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве между городом Брестом и городом Далянь, провинции Леонин. Сегодня утром председатель Брестского госполкома Сергей Лободинский встретился с заместителем мэра правительства города Далянь Лэн Сюэфэном. Все подробности в первом материале программы. Уже на протяжении многих лет экономические и культурные связи между Белоруссией и Китайской народной республикой развиваются и приобретают постоянный характер. В этом направлении работает и первый регион. Между Брестской областью и провинцией Леонин действуют договоры по братимских и дружеских отношениях. Взаимодействие находится на этапе выстраивания отношений, а потому визит к китайской делегации в Брест – хороший шанс определить дорожную карту. Об этом не только говорили на встрече мэра города Бреста Сергея Лободинского с вице-мэром правительства города Далянь в провинции Леонин, Лэн Сюэфэном и представителями официальных и бизнес-кругов. Мне кажется, что сегодняшняя встреча и подписание соглашения станет в дальнейшем способствовать расширению сотрудничества между двумя городами. И мы будем активно развивать все направления деятельности – от создания совместных предприятий, реализации проектов, инвестиционных договоров до развития туризма между городами Далянь и Брест. В этом заинтересованы обе стороны. И прежде всего, это на пользу наших народов. Далянь – один из красивейших городов Китая. Находится на Леодунг в Антунском полуострове в северо-восточной части Китая. Его омывает Желтое море. На западе примыкает к Бахайскому заливу и является частью формирующейся экономической зоны Бахайского кольца. Второй по величине город – провинция Леонин с развитой промышленностью. Нефтеперерабатывающей, судостроительной, машиностроительной, фармацевтической, электротехнической и электронной. Здесь располагается первая в Китае зона экономического и технологического развития. Далянь – крупный логистический транспортный и морской регион. Один из центров морского отдыха и курортно-санаторного лечения. Город является одним из крупных центров внутрикитайского туризма, а также привлекает туристов из Японии, Южной Кореи и России. Все вышеназвано и интересно как представителям городской администрации, так и представителям бизнеса. Многие направления будущего взаимодействия уже взяты на заметку. Сегодня есть несколько сфер, которые интересны и белорусской, и китайской стороне. В первую очередь, это, наверное, те простые вещи, которые сегодня требуют просто нашего желания. Это туристическая сфера. Понимая, что город Дайлянь расположен и к нему прилегает много островов, у них есть большой опыт освоения этих территорий. И, соответственно, на этой пуче хорошо развита система туризма, гостиничного бизнеса. Для нас очень актуально. Гостиниц в городе объективно не хватает с учетом роста потоков туристам. Поэтому есть большая заинтересованность в том, что мы привлечем сюда инвестора по строительству гостиницы. Второе направление – это образовательный спектр. У нас на территории города два вуза – педагогический и технический вуз. А в Дайляне есть, наверное, с десяток государственных вузов, в том числе политехническая академия, которая дает возможности сотрудничества. Поэтому это еще один рывок в том, чтобы наша наука и техническая, в первую очередь, вышла на некий новый уровень. В дальнейшем, конечно, мы видим возможность работы с медициной. Эти уже шаги, так скажем, наши учреждения здравоохранения города налаживают активно с доляньскими учреждениями. И самое основное, конечно, это экономический потенциал предприятий промышленности Дайляня и возможность, так скажем, продвижения или создания совместных производств и предприятий на площадках города Бреста. Это машиностроение, автомобилестроение, то, что у них развита электроника. Вот и ряд других направлений, которые сегодня, так скажем, на площадке свободной экономической зоны мы будем обсуждать. Спектр вопросов был многогранным, равно как и программа визита. В этот же день в Брестском облсполкоме прошла встреча руководителя первого региона Юрия Шулейко с губернатором провинции Леонин Ли Лаченнем. И был подписан ряд соглашений, в том числе соглашения о дружбе и сотрудничестве между Брестом и китайским Далянем. Об этом мы расскажем в следующих выпусках программы. К другим темам и событиям. Последний звонок, как и первый, два самых волнительных рубежа в жизни человека. Между этими событиями маленькая жизнь, неоценимая по масштабу происходящих с человеком перемен. И если вдуматься, всмотреться, то студенческие годы – это яркая вспышка, самый насыщенный и интересный период, о котором бывшие студенты всегда вспоминают с особым теплом и благодарностью. Последний студенческий звонок прозвучал накануне в Брестском государственном университете имени Пушкина. На торжественную линейку выпускников собрались сотни юношей и девушек, чтобы закрыть последнюю страничку захватывающей студенческой повести и начать писать новую историю покорения профессиональных вершин. Не забудем никогда, расставаться очень жаль, ждет нас новая пора, милый университет. Прощай, университет! Говорят, сегодня такие взрослые, одновременно еще такие юные выпускники одного из старейших университетов страны Брестского государственного университета имени Пушкина. В большую жизнь отправляются чуть более 930 молодых людей, дневной формы обучения порядка 550. Филологи и математики, биологи и спортсмены, психологи – все они уже обеспечены рабочими местами и уже в августе приступят к своим профессиональным обязанностям. Я абсолютно уверен в наших ребятах, в наших выпускниках. По крайней мере, мы сделали все для того, чтобы они стали специалистами, не только специалистами, но и личность, как личность совершенствовались, стали патриотами, гражданами настоящей нашей страны. Но сегодня я могу с уверенностью сказать, что все из них достойны получения высокого звания специалиста, преподавателя в зависимости от специальности. И, конечно же, они справятся с теми задачами, с которыми им придется столкнуться на своем рабочем месте, я в этом не сомневаюсь. Ребята мотивированные, ребята, которые всегда ищут что-то новое, и это даст, конечно, свой результат, я уверен. Вот такими были эти ребята четыре года назад робки, еще не знающие, как сложится их жизнь в университете. И вот такими уверенными в себе, смелыми, активными, креативными стали сегодня созвездия звезд, созвездия талантов. Они показали за эти четыре года, что могут и умеют все, и все им под силу. И от робости первокурсника ничего не осталось, они смело шагают по лестнице своей жизни. И все эти качества, основной из которых профессионализм, сформировали педагоги университета. Нас, преподаватели, радует то, что после преддипломной практики они все сказали о том, что не разочаровали свой выбор. И для нас это очень важно. Придут молодые, инициативные, креативные специалисты, которые, я уверена, не только пополнят ряды наших учителей, но еще и придадут новый импульс развитию образования. Университет имени Пушкина, действительно он занимает достойное место в нашей системе образования Республики Беларусь. Его выпускники пользуются очень большой популярностью. Я сейчас у Юрия Петровича перед началом мероприятия спросил, удовлетворены ли все заявки? Заявки все предприятия не удовлетворены. По отдельным специальностям заявок предприятий было в пять раз больше, чем выпускников. Это говорит о том, что есть студенты и выпускники университета пользуются очень большой популярностью. Торжественный, трогательный момент прощальной линейки, награждения. И в первую очередь благодарность выразили родителям выпускников тем, кто все эти годы был рядышком со своими детьми. Кто радовался победам и сопереживал неудачам. И вот фанфары для самих выпускников. За отличную учебу, общественную деятельность, за успехи в спорте, за победы в вокальных конкурсах, за работы в студенческих и волонтерских отрядах вручались грамоты и благодарности. Они горды собой. Они это заслужили. Я очень хочу, чтобы все мои знания, которые я накопила в университете, я воплотила, передала своим детям, научила их всему, чему меня здесь научили. Очень грустно прощаться, потому что мы здесь стали огромным коллективом, большой такой семьей преподавателей. Просто в моем сердце. Очень грустно, конечно, уходить. Но надо двигаться дальше, передавать свой опыт другому поколению. Честно, грустно расставаться с универом. Четыре года прошли очень быстро. Хотелось бы еще остаться, потому что мне этот универ стал вторым домом. Я здесь поплатил все мечты. Мне столько всего удалось совершить в этом универе. И, честно, хочется еще, еще, еще. А уже все. Последний звонок, к сожалению, прозвонил у нас сегодня на линейке. Но мой путь не заканчивается. Я иду в школу работать, буду передавать знания, которые получил в универе, детям. И буду стараться, чтобы побольше детей поступили в этот прекрасный университет. На последнем звонке, да, особенно после того, как сказала ответное слово от всех выпускников, мне выпала такая честь сказать ответное слово. И в этот момент смотрела на своих преподавателей, на декана. Увидела, что у них заслезились глаза. И сама почувствовала вот эту грусть, немножко радость, но на самом деле грусть, что эти четыре года вот так быстро пролетели. На мой взгляд, современный педагог – это очень важная профессия для всего человечества. И как раз-таки нам повезло. Именно Брестский государственный университет имени Пушкина дал такую возможность вступить в педагогические отряды и попробовать себя с самого первого курса уже в роли воспитателя. Но это очень близко к профессии учителя. И вот мы уже четыре года в составе нового поколения, так называется наш отряд, работали в Зубрёнке. И вот именно эта практика в Национальном детском центре и помогла мне сформировать представление о том, как должен выглядеть настоящий педагог, как он должен себя вести, общаться с детьми. И мне действительно кажется, что всё в моих силах, и мне получится стать вот этим самым настоящим педагогом. И вот он, заветный, долгожданный, грустный момент, звучит последний студенческий звонок. И закружились в танце юноши и девушки, приглашая на тур вальса гостей, а в небо взлетели яркие шары, как олицетворение свободы, приключений и радости жизни. И как факт того, что выпускники года 2024-го прощаются со своей альма-матер. Мы все уходим, как Россия! Лариса Осмолович, Дмитрий Литвенев, Юрий Лемонтович, специально для программы «Итоги недели». На этой неделе Брест торжественно отметил День пограничника. Во все времена защита границ Отечества была одной из самых ответственных, трудных и почётных задач, выполнять которую Родина доверяла только лучшим своим воинам. Честь и достоинство, несгибаемая воля и беззаветная преданность долгу. Готовность к самопожертвованию являются отличительными чертами многих поколений пограничников. Есть такая профессия – Родину защищать. Это крылатая фраза из художественного фильма «Офицеры». Наверное, как нельзя лучше отражает смысл и суть профессии пограничника. Торжества в областном центре начались нетрадиционно – с церемонии открытия часов, на которых указывается время зажжения фонарей. Теперь они пограничные. Напомним, как это было. Один из самых отмечаемых военно-профессиональных праздников в пограничном городе Бресте – День пограничника. Едва ли не половина жителей областного центра так или иначе вспоминает свою причастность к охране родной границы. Кто-то служил сам, у кого-то служил брат или отец, а кто-то в детстве в этот день ходил на экскурсию на ближайшую погранзаставу. Этот день любим Брещанами, а потому в профессиональный праздник на улице Советской собралось много людей. И не случайно разрешилась интрига последних недель. Сегодня мы открываем на улице Советской в городе Бресте символичный стилизованный фонарик. Символизм двойной. Во-первых, сегодня День пограничника – праздник, который объединяет всех причастных к службе на границе. И также глубоко символична надпись, которая считается на самом фонаре, а именно «С границы подшинается держава». Традиционно пограничник – это первый человек, которого встречают гости, которые въезжают в наш пограничный город. И тем более символично, что именно этот фонарь первым открывает аллею фонарей на улице Советской, которая является своеобразным символом нашего города. Звучат фанфары и арт-объект. В новом исполнении открыли председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский, начальник Брестской краснознаменной пограничной группы имени Дзержинского, Максим Бутранец. Брест пограничный город. Поэтому поддержали инициативу наших пограничников и решили сделать им маленький подарок. На улице Советской найти место, а понимая, что родина начинается с границы, с пограничного столба, поэтому решили на улице Советской, с нашей пешеходной улицы, сделать подарок нашим пограничникам и установить пограничный столб в виде фонаря, откуда все начинается движение нашего любимого фонарщика. А зажег пограничный фонарь, конечно, Брестский фонарщик. Также точно будут показывать время и надежно, как наша граница защищена, так и они будут работать. Нынешнее поколение стражей белорусской границы сохраняет верность лучшим ратным традициям, проявляя высокое боевое мастерство и гражданскую зрелость. Воины-пограничники добросовестно выполняют самые ответственные задачи по обеспечению пограничной безопасности Республики Беларусь, защите ее экономических интересов, борьбе с транснациональной преступностью. 84 пограничника в свой профессиональный праздник награждены почетными грамотами и нагрудными знаками. 14 человек удостоены государственных наград. Быть пограничником пришло с самого детства, когда у меня родные все служили в органах пограничной службы, а срочной службой до офицерского состава. То есть мне, как говорится, уже судьбой было предрешено, что нужно, как говорится, долг родни отдавать в офицерских погонах. Долго стремился к этому и думаю, в дальнейшем буду идти все вперед, 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 не подвести свой народ и не постремить, как говорится, знамя воинской части 2787. Слова благодарности тем людям, которые ежедневно несут, наверное, честь, долг и совесть свою на границе, защищая наш любимый Брест, потому что это те люди, которые дают нам спокойствие, мир и порядок. Поэтому мира им, добра и, наверное, спокойной службы. Навсегда в благодарной народной памяти останется беспримерный подвиг защитников священных рубежей отчизны, проявивших мужество и бесстрашие в годы Великой Отечественной войны. Забывать об этом нельзя, поэтому под аккомпанемент оркестра военнослужащие по грань части торжественным маршем прошли к памятнику стражам границ, чтобы вспомнить и отдать дань уважения тем, кто первым принял удар врага в 41-м году. Нынешние воины в зеленых фуражках свято хранят традиции, заложенные нашими дедами и прадедами кровью и большой ценой, добывшие великую победу. Преомножают их и обеспечивают ежеминутную, ежесекундную и ежечасную молниеносную реакцию на любые вызовы, риски и угрозы пограничной, а значит национальной безопасности Республики Беларусь, храня мир и покой на нашей родной земле. День Победы и это святой праздник. У меня тесь пограничник, невестка пограничница, сыновья пограничники, кругом границы все. А раз все пошли по этой, они начали там, чтобы нравилось, она по душе. Молодежь есть молодежь, как и мы. Они разные, но в основе своей. Это замечательные ребята. Нынешнему поколению стражей границ есть чем гордиться. В Брестской погрангруппе заложен прочный фундамент, основанный на боевых родных традициях. В зоне ответственности более 350 километров границ Украины и Польши. За годы поменялась сама организация пограничной службы, но неизменными остались черты, присущие людям в зеленых фуражках. Свой долг они выполняют с честью. Есть государства, должны быть границы. А врагов у нас еще много. Ой, как много. И мы должны быть на чеку. Верить никому нельзя сейчас. Мы должны сами себе верить. И граница будет предполагать пограничникам. Вот мы и есть пограничники. Мы сдали уже свою смену молодежи, но еще у нас дух пограничный. Ибо пограничник это не просто зеленая фуражка, это состояние души. С начала этого года Брестскими пограничниками в пунктах пропуска пропущены через государственную границу почти миллион человек. Кроме того, были задержаны в шести случаях оружие и боеприпасы, в восьми случаях изымались наркотические вещества, психотропы, а также их прекурсоры. Это множество спасенных жизней. Кроме того, задержано порядка трехсот нарушителей законодательства о государственной границе. Каждый десятый из них был нарушителем государственной границы. Несмотря на праздник, брестские пограничники успешно выполняют задачи по охране государственной границы, что особенно важно в условиях динамично меняющейся обстановки. И таким образом мы можем гарантировать мир и покой нашим гражданам. Лариса Осмолович, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Детские психологи говорят, все, что требуется детям, это место, время и партнеры по игре. Однако в условиях города предложить такое довольно сложно, поэтому возникла необходимость в создании специальных зон, где малыши и подростки могли бы свободно играть. Это детские площадки. И они не просто место для развлечения, а пространство для развития, общения, познания мира. Но самый важный критерий – безопасность, поэтому каждая часть игровой зоны должна быть надежной, соответствовать ГОСТам. Здесь не должно быть острых углов, кромок, зазубрин, поэтому материалы выбираются высокого качества. Кто сегодня в Бресте отвечает за качественные детские площадки? Каким стандартам они должны соответствовать, чтобы время препровождения детей было не только комфортным, но и безопасным? Ответы на эти вопросы в следующем сюжете выпуска. Летние каникулы – это период, когда дети хотят проводить на открытом воздухе как можно больше времени. Детские площадки являются одним из самых популярных мест для активных игр и развлечений. И с года в год современных детских площадок в городе Бресте становится все больше. Они обновляются и не могут не радовать мамы и их малышей. Но помимо того, что они должны быть удобны и комфортны для игр, качели-горки и другой инвентарь должны быть безопасными. А для этого за детскими площадками нужен пристальный контроль. Их вовремя надо ремонтировать или вовсе менять. Основным комплексом мер по обеспечению безопасности детей на детской игровой площадке включает в себя в первую очередь соблюдение требований безопасности при проектировании и изготовлении игрового оборудования. Также выполнение требований по размещению и установке оборудования на детской площадке. Также в период эксплуатации контроль за техническим состоянием оборудования. Еще одним из немаловажных – это контроль взрослых за поведением детей при использовании детского игрового оборудования. Значит, с 2018 года приемка вновь установленного детского игрового оборудования на баланс Кубжирового города Бреста, а также введение его в эксплуатацию, осуществляется только после предоставления соответствующей документации, передающей стороной, которая соответствует всем нормативным документам. В городе Брест сегодня делается все, чтобы детские площадки были безопасными. Если ранее все качели, горки и карусели были выполнены исключительно из металла, то сейчас все больше деталей на современных площадках делают из пластика, избегая острых углов или любых потенциально опасных инструкций. Это значит, что применяя современные технологии, проектировщики стараются обезопасить малышей от травм. Но, к сожалению, в городе по-прежнему остаются площадки, которые требуют особого внимания. Так по улице Пригородной 30 жильцы недовольны местом отдыха для своих детей. У нас детская площадка, вообще, от слова вообще нету ее. Сам начальник Дома управления 8-го приезжает, подкрутит, потому что песочницы, песка никогда нет. Вечные у нас проблемы. Вечно ругаемся. Что они говорят? Они говорят, пусть ваши родители привезут в мешках сюда и засыпят детям, которые детям скамейки там поломаны. Сколько просили скамейки? Ну, уже сейчас хоть стали, немножко починили. К сожалению, такие площадки в городе Брести есть. Однако, количество новых, современных, а главное, безопасных детских городков преобладает. И с года в год в городе над Бугом их становится все больше. Должны быть соблюдены все требования по размещению. Как правило, при проектировании и установке детского игрового оборудования присутствует схема, на основании которой проводится установка. Если этой схемы нет, то это, согласно нормативным документам, есть, где определено, какие расстояния должны быть, и устанавливается согласно этим требованиям. В одном из дворов Бреста, именно на улице Смирнова, 19, радует глаз новая, современная и большая площадка, которая напоминает небольшой детский городок. Она появилась за средства спонсоров, которые, посоветовавшись со специалистами, установили ее, придерживаясь всем правилам и стандартам. Дети счастливы, мамы спокойны, что их дети могут проводить время комфортно и безопасно. В том районе, где мы живем, на Домковской, там у нас есть площадка. Ну, как бы, нас устраивает. Ну, так как у нас маленький малыш, тут качели есть детские, а на нашей нет такой качели. Поэтому сюда и приходим. А так, вообще, на Речице здесь, в принципе, больше таких площадок нет. Для детей здесь, конечно, вообще раздолье. Просто сейчас в школе продленка, поэтому детей нет. Обычно тут дети бегают, метают, их куча. У меня старший, вот, как бы, там сейчас, ну, я бы не сказала, он сколько сюда приходим, нигде не ударялся, ничего, ну, как бы, его все устраивает. А с младшим тоже он здесь ходит, гуляет, ничего острого нет, в принципе. И качель вот эта, здесь одна детская, там, как бы, ну, хватает детям, нас устраивает. Здесь, в принципе, как по мне, то идеальная площадка. Анастасия Малишкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимантович, телекомпания «Буктовая». Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Этот праздник – напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите, и что именно взрослые несут ответственность за них. Сегодня представители Московской администрации города Бреста устроили для мальчишек и девчонок настоящий праздник – дети нового тысячелетия, который проходит уже в третий раз. Именно он дал старт целому перечню городских проектов, приуроченных к окончанию учебного года и Дню защиты детей. Несмотря на капризы погоды, огромное количество зрителей и участников здесь объединились в стремлении проявить свои самые яркие таланты. О том, как это было, расскажет Анастасия Малишкевич. Дети нового тысячелетия – праздник под таким названием уже третий раз прошел в городе над Бугом, а местом проведения мероприятия символично был выбран созвучный по названию «Парк тысячелетия». Гостей ждали различные интерактивные тематические площадки – большой концерт, фудкорты, конкурсы, развлечения и дискотека. И даже пасмурная погода и моросящий дождик не стали помехой для проведения мероприятий, не испугали гостей, настроение которых было на все сто. Сегодня, в Международный день защиты детей, мы проводим традиционные мероприятия «Дети тысячелетия». Как раз таки, скажем так, локация соответствует. «Парк тысячелетия» – это перспективная зона развития, где мы ежегодно добавляем по точкам притяжения. Соответственно, в будущем, конечно же, мы надеемся, что это будет одна из самых востребованных площадок для семейного отдыха, для совместного времяпровождения, а также для проведения таких массовых мероприятий, как раз таки, популяризации здорового образа жизни, нашего патриотического воспитания детей. С учетом того, что, правильно отметили, что район развивается, расстраивается, добавляются новые микрорайоны, конечно же, желающих у нас ежегодно добавляется, и, соответственно, новые локации, новые точки притяжения. То есть это будет способствовать и активному участию всех деток, не только Московского района, в целом города, и, скажем, само развитие нашего парка. И идеологическая составляющая, патриотическая – это очень знаково. В «Парке тысячелетия» проводить такие мероприятия именно для наших деток, а это наше будущее. В «Парке тысячелетия» программа была весьма обширная. На любой вкус и возраст. Интерактивные площадки, мастер-классы, игры и конкурсы, аквагримы, мыльные пузыри, угощения и, конечно, музыка и танцы. Здесь все, что так любят дети. На территории парка расположилось множество разнообразных тематических и интерактивных площадок. Так, например, сотрудники госавтоинспекции знакомили ребят со своей работой, а представители краснознаменной вграничной группы показывали мальчишкам и девчонкам технику, а также познакомили с главным пушистым и четверологим напарником. Также в этот день каждое из учреждений образования Московского района демонстрировало свои достижения – творческие и спортивные. Здесь можно было поделиться опытом, принять участие в различных активностях. Каждый желающий мог попробовать свои силы в изготовлении изделий из лент и фетра. Кто-то мастерил своими руками кукол, а кто-то выбрал технику оригами – в динамку, соломоплетение и рисование. Сегодня мы специально для гостей города, для детей, инициировали проект создания квиза «Снатоки Брещины». Каждый год мы это проводим. Вот ребятишкам нравится, они приходят, отвечают на вопросы как по Бресту, как по Брестской области, так и в целом по Беларуси. Мы считаем этот проект довольно увлекательным, как для педагогов, так и для детей, и для всех желающих посетить наш город. Как мы говорим, детям наносятся различные рисунки, как вы видите, на лица. Они ходят разукрашками, красивые все. И в целом несут радость. Для них это увлекательно, интересно, разные краски. Государственное учреждение образования «Средняя школа номер 10» на сегодняшнем празднике представляет мастер-класс по нетрадиционным приемам работы красками. Сегодня мы делаем поздравительную открытку для детей, для их родителей, работаем гуашевыми красками и стараемся сделать так, чтобы у детей все получилось. Мы с самого начала праздника участвуем, мы представляли вытянанку, мы представляли работу тушью, но вот сегодня у нас открытка. Не менее насыщенной и интересной была концертная программа. Зрители порадовали артисты своими творческими номерами. Сегодняшний день – это большой праздник, и как он прошел, оценивать не нам, взрослым, а тем самым мальчишкам и девчонкам, для кого он и организован. Я очень рада, что я сюда попала, потому что тут очень весело. Ну, просто это тут классно очень, что тут бесплатно некоторые вещи делают. И еще то, что первый день лет – это очень круто, я так ждала этого дня. Праздник очень отличный, очень много ярмарок, тут можно много чего купить, концерт еще тут, песни прикольные, можно потанцевать. Мне больше всего понравилось, как там рисовали детям на лице всяких животных. Я уже не первый раз на этом фестивале, и мне очень понравилось, и даже дождь в такой чудесный праздник мне не испортила настроение. Сегодня так же чудесно, как и было в прошлый раз, и разные всякие конкурсы добавились. Дети нового тысячелетия – праздник детства. Успешное завершение учебного года и старт для веселых каникул. И он прошел на ура. В канун Международного дня защиты детей в рамках межведомственной программы «Забота» сотрудники УВД Брестского облсполкома вместе с представителями первичной организации Белорусский союз женщин, ГАИ Московского РУВД города Бреста и Белгостраха устроили сюрприз для детей, находящихся на лечении в Брестской детской областной больнице. Гости организовали для ребят викторины, игры, конкурсы, которые посвятили правилам безопасного поведения. А поддержать мальчишек и девчонок на милицейских автомобилях приехали и ростовые куклы. Давайте вместе окунемся в эту атмосферу праздника. И зайчонок, и львенок. В Бресте для маленьких пациентов персонажи мультфильмов предстали наяву. В преддверии Дня детей для мальчишек и девчонок, которые сегодня вынуждены находиться в больнице, прошла благотворительная акция от сотрудников милиции. Викторины, конкурсы, квизы безопасности ждали юных пациентов, которые, не раздумывая, активно приняли во всем участие. Нельзя не отметить, что правоохранители Брещена всегда особое внимание уделяют детям. На служебных автомобилях, в салоне которых в качестве пассажиров находились ростовые куклы-милиционеры, сотрудники милиции приехали к маленьким пациентам с подарками. Дети с восторгом встречали нас и с удовольствием участвовали в играх, конкурсах, посвященных правилам безопасного поведения. Мы знаем, что сейчас маленьким пациентам приходится нелегко, но мы уверены, что они сильны и справятся со всеми трудностями. Подобные акции, как путешествие в страну безопасности, не только дарят детям радость, но и помогают им научиться правильно вести себя в различных ситуациях. Дети – самое дорогое, что есть в нашей жизни. Это наша гордость, надежда, наше будущее. Лучший способ сделать их счастливыми – это окружить их любовью, вниманием, согреть теплом своих сердец, научить добру и красоте, дать опору в жизни. Отрадно, что все неравнодушные взрослые это понимают и преподносят деткам, которые находятся на лечении в больнице, луччики любви и света, которые им бесспорно помогут пойти на поправку. От того, насколько будут защищены наши дети, насколько благоприятные будут условия их развития, их жизни в целом, будет зависеть то, в какой стране мы будем жить завтра. Женщины Управления внутренних дел Брестского обл. сполкома постоянно принимают участие в различного рода мероприятиях, социальной направленности, являются их организаторами и идейными вдохновителями. И сегодня, в преддверии праздника, посвященного маленьким жителям нашей планеты, Союз женщин УВД Брестского обл. сполкома также не смог остаться в стороне, так как для женщин, правоохранителей, не существует чужих детей. На празднике собрались дети, которые проходят лечение в травматологическом, хирургическом и педиатрическом отделениях. Они еще совсем маленькие, но даже в таком возрасте они смогли ощутить себя настоящими правоохранителями правопорядка. Кто-то безупречно знает правила дорожного движения и уже успел их продемонстрировать. А кто-то, сев в машину сотрудников ГАИ, сразу разобрался, где включаются проблесковые маячки и сигнал. Это день для мальчишек, девчонок и их родителей превратился в настоящий праздник, где эмоции сдерживать было ох, как трудно. Очень приятно. Детки, которые лежат в больнице, им всегда нужно внимание. Здесь нет столько игрушек, столько всего, сколько бы хотелось детям. Поэтому, конечно, детки, которые особенно получили травмы или, например, просто болеют или длительно лежат, и одни детки, которые лежат, им очень тяжело и всегда хочется праздника. Поэтому, я думаю, и деткам, и сотрудникам всегда очень приятно видеть такое, особенно счастливых деток, которые рады, что их посетили, посмотрели, и которые могут сфотографироваться, поулыбаться и поиграть. Мне больше всего запомнилось, как мы обсуждали правила дорожного движения, что надо переходить пешеходный переход на зеленый, смотреть по сторонам и обходить транспорт. Брестская детско-областная больница в год делает здоровыми свыше 60 тысяч маленьких пациентов. Сегодня данное медицинское учреждение позволяет обследовать и лечить детей, используя новейшие технологии и оборудование, в том числе в реанимации операционных. Наша больница, являющаяся одновременно и городской для города Бреста, и областным учреждением строится, развивается. У нас в настоящее время проводятся ремонтные работы в лечебном корпусе номер 2, чтобы еще больше улучшить условия пребывания и детей, а также условия работы наших сотрудников. За последние годы у нас открылся корпус номер 3, лечебный, замечательный. После ремонта открылся корпус номер 1, где улучшается материально-техническая база, мы получаем оборудование, ну и в целом улучшаются условия пребывания пациентов. Без внимания гостей не остался ни один ребенок. Для тех, кому сложно передвигаться, праздник безопасности пришел в палату. К каждому малышу без исключения заглянули не только правоохранители, представители БСЖ, но и Зайка, который пожелал малышам скорейшего выздоровления и подарил подарки. А мальчишки и девчонки в свою очередь пообещали быстро поправиться. Как ты себя чувствуешь, скажи? Отлично. Отлично. А вот к тебе сегодня пришли сотрудники ГАИ. Понравилось? Угу. А что тебе подарили? Расскажи нам. Раскраску и правила движения, блокнота и расписание уроков, наклейки, да и все. Хотелось пожелать, чтобы все детки были здоровы, чтобы не попадали в такие ситуации. По сравнению с тем, что было, то у нас уже хорошо. У нас мы идем на поправку, благодарим и врачей, и Бога. Ну, у нас уже улучшение. Так хочется, чтобы все дети были любимы и здоровы, и не попадали в больницы. Ну, а если избежать этого не удалось, главный рецепт от врача – максимум положительных эмоций. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте – 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Виктория Гапутина, прощаюсь с вами. Мира и стабильности, спокойствия и здоровья вам и вашим семьям. И новости в домах пусть будут только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова